В рубежном Луганской области отметили годовщину освобождения от фашистов. 75 лет назад части 1-й гвардейской армии с тяжелыми боями форсировали Северский Донец и заняли стратегически важный город. Вечный огонь у мемориала погибшим землякам. Почти у каждого, кто здесь собрался, есть погибшие во время войны родственники. Торжественный митинг открывают под звуки национального гимна. За время оккупации гитлеровцы расстреляли более 360 рубежан. Около полутысячи юношей и девушек были отправлены на каторжные работы в Германию. Очевидцы событий не могут без волнения рассказывать об ужасах того времени. Прошло 75 лет. А как это ослушается? Были жертвы. Были тяжелые-тяжелые бои. Это 40-1943 год. Но в этот год был и победным годом. Потому что начали летние наступления в 1943 году в Курской дуге. Цветы к мемориалу возложили и народные депутаты Украины. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко убежден, такие мероприятия должны консолидировать украинцев. Возьмите любую часть Украины. Везде погибли люди. Везде погибли родственники, те, кто там живет. И если от них пытаются отречься представители власти, то у людей это, как правило, вызывает только возмущение. Страна должна знать свои герои. Более того, мы очень часто забываем о тех, кто еще не похоронен. У нас отряд работает, который под Киевском. В Киевской области уже мы перехоронили 1200 человек. Мемориале для того, чтобы вернули часть фамилии из небытия. Во время войны в Рубежном были уничтожены многие объекты инфраструктуры, жилые дома, здания химзавода. Восстанавливали город люди со всей Украины. Сейчас Донбасс тоже переживает сложное время. Но выступающие отметили, он всегда будет частью Украины. Мы празднуем эту дату в непростое время. У нас опять надо бороться за мир. Опять придется восстанавливать разрушенную войну. И задача наша, чтобы это наступило как можно быстрее, мир наступил. Задача наша, чтобы восстановление Донбасса, восстановление разрушенных городов, сел произошло, и люди вернулись туда. Я хочу пожелать нам всем мира над головой, чтобы закончилась у нас война, чтобы никто не стрелял, чтобы Донбасс был един с Украиной, и чтобы возродилась сегодняшняя промышленность и экономика Украины. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.